Приветствовать взаимно добрый день, уважаемые коллеги, с наступившим нас всех Новым Годом. Если меня хорошо видно и слышно, поставьте и мне тоже огонечек, чтобы я понимала, что мы на связи и у нас всё прекрасно. А пока начнём знакомиться, пару слов о себе для тех, кто ещё со мной не встречался. Меня зовут Мария Токмянина, я живую работу в Екатеринбурге. Психолог-тренер подростковых групп, практикующий психолог и автор многочисленных курсов, развивающих психологических, которые можно купить и использовать для своей пользы. А сегодня мы с вами поговорим об очень интересном вопросе «Финансовая грамотность для дошкольников». И не зря мы такой вопрос поднимаем, тема-то очень на самом деле злободневная и наболевшая, и сейчас я вам это докажу. Но начнём с того, что такое финансовая грамотность. А финансовая грамотность в современном подходе – это знания, умения и поведенческие модели, которые необходимы для принятия правильных и полезных финансовых решений. То есть не просто какие-то знания про деньги, про финансовый мир, а ещё и умение их применить для себя, но и ещё и устоявшиеся поведенческие модели, которые помогут в какой-то даже критической ситуации сделать правильный выбор, не поддастся, например, на уловки мошенников, не купить дорогущий ненужный товар и много чего ещё. Вебинар у нас будет практически, поэтому очень глубокой теории я не предполагаю дать, а вот игр, игрушек, знакомство с развивающими, с настольными играми, со сказками у нас с вами состоится. Ну и что ещё очень важно сказать вначале? То, что низкая финансовая грамотность, которая сформирована у ребёнка и перешла с ним вместе во взрослую жизнь, это прежде всего низкий уровень жизни, это закредитованность, это беспомощность перед мошенниками и само ощущение того, что жизнь не удалась, что жить страшно, что нет уверенности в том, что жизнь продолжится, хорошая жизнь. И, наверное, вы встречали людей, которые всё это транслируют, причём это люди разного возраста. Кто таких людей встречал, поставьте ещё огонёчек, ну и можно написать какую-то обратную связь о том, что вы с таким тоже встречались. Может быть, какие-то интересные истории расскажете. Чат я читаю, и на вопросы в чате я стараюсь отвечать. Ну вот несколько примеров, чтобы вы понимали вообще картину происходящего. Про телефонных мошенников знают абсолютно все, ну и с так называемыми служащими банка, на службе охраны банков, наверное, встречались все и не по разу. И кто-то встречался, а кто-то и оставил им деньги. И вот по статистике в результате действий телефонных мошенников пострадали 9% россиян. И чаще всего, ну казалось бы, вот на первый взгляд, что страдают там бабушки, да, какие-то пожилые люди, которые не умеют обращаться с деньгами. Ну нет, смотрите, чаще всего жертвой мошенников оказываются жители сёл, 14% — это молодёжь 18-24 лет, то есть это вот они самые умные, самые продвинутые. И граждане 35-44 года, то есть самая дееспособная часть общества, люди, которые, по идее, должны находиться в самой гуще экономической жизни, 10% из них очень спокойно отдают свои деньги мошенникам. Ну и россияне без высшего образования, как показал опрос, они тоже чаще, чем другие, поддаются на уловки мошенников. И обратите внимание, что это официальная статистика, то есть 9% — это те, которые дошли до полиции, а сколько не дошли, ну вот никто не знает. Ну и статистику слышала вот по своему региону, по Свердловской области. В прошлом году телефонным мошенникам оставили 40 миллионов рублей. Это опять-таки только официальная статистика. Ну и отношение к кредитам. Смотрите, тоже очень невесёлые цифры. На начало 2020 года, ну это вот двухгодичной давности статистика, «Россияне должны банкам 17 триллионов рублей». Это не выплаченные кредиты, а это значит, что страдают не только банки, а сами люди, которые живут в положении должника, а это очень и очень неприятно. Ну и каждый десятый заемщик берёт кредит, чтобы перекрыть следующий. Видимо, каждый десятый наш гражданин живёт таким образом. Берёт кредит, закрывает следующий и так далее. Ну и возраст 28-32 года самый проблемный. Опять-таки это люди, как вы понимаете, в полном расцвете сил, но тем не менее у них есть долги перед банком и большинство должников как раз вот в этом возрасте. Вот. О чём нам говорит такая статистика? О том, что вообще экономическая грамотность довольно-таки низкая, и это не просто статистика, а это жизнь каждого человека. И детки, которые сейчас у вас обучаются и воспитываются, через буквально 10-15 лет будут дееспособными взрослыми и им жить самостоятельно, и самостоятельно разбираться с финансовыми вопросами. Поэтому финансовой грамотностью лучше заниматься как можно чаще и начинать это как можно раньше в детсадовском возрасте для того, чтобы ребёнок за время детского сада и школы мог пройти все этапы обучения и выйти в свою жизнь уже экономически подкованным гражданином. Ну и что такое финансовая грамотность? Это, в принципе, такой очень большой блок представлений и знаний, и для того, чтобы каким-то образом это свести в некую систему, я воспользовалась идеей пирамиды. Очень похоже на пирамиду нейрологических уровней, там, где самое ценное, самое высшее находится на верхушечке, а какие-то базовые элементарные представления в основе пирамиды. И смотрите, что такое финансовая грамотность? Вот в такой вот модели, в такой системе. Внизу это представление о деньгах и простые расчёты. И этим владеет большая часть наших граждан, и детки этим тоже владеют. То есть, в принципе, даже ребёнок 5-6 лет способен пойти в магазин и сделать небольшую покупку. Ну, например, купить себе шоколадочку или для семьи купить хлеб и молоко. Например, если мама разрешает ходить в магазин. Следующий этаж этой пирамидки – это представление о финансовых процессах, которые мы тоже детям даём. Что это такое? В принципе, это то, что входит в понятие денежного потока. Деньги как поток. Они приходят к нам в виде зарплат, пособий, гонораров. И мы их используем для того, чтобы получить себе что-то важное и ценное для жизни. Ну и точно так же такие же потоки, но большего размера, курсируют, циркулируют в пределах государства. Я думаю, что и в пределах мира, и детям тоже об этом можно говорить. И как раз представление о том, как движется этот поток, и как мы можем его увеличивать, расчищать ему дорогу, тоже у детей должен быть. Следующий этаж – это личное качество. Потому что, если, например, человек демонстрирует такие личные качества, как неуважение к труду, лень, нежелание быть честным, стремление схитрить, обмануть кого-то. Если человек демонстрирует презрительное отношение к деньгам и богатству, то тогда денежный поток его обойдет стороной. И это точно, поскольку я, как психолог, работающая со взрослыми людьми, и работаю в теме денежных потоков тоже. И часто бывает, что когда мы прорабатываем тему денежных потоков и разрешаем себе проявлять предприимчивость и внимание, и любовь к богатству, то вдруг денежный поток поворачивается в нашу сторону. И люди, курсанты, которые были на курсах моих, они пишут, что «ух ты, ничего себе, а мне вдруг премию дали» или «вдруг ничего себе, а мне подарок принесли». И это очень здорово. То есть такие личные качества, как честность, трудолюбие, стремление к успеху, они тоже важны, и как раз мы можем у дошколят эти качества прививать. Ну и верхушечка — это сама ценность рукотворного мира. Вот сейчас кто-то может возразить, и, возможно, у кого-то возникнет раздражение, потому что долгое время у нас внутри общества витала такая мысль, что есть материальное, есть духовное. Духовное — это нечто высокое, а материальное — это низкое. Материальные цели считались какими-то нехорошими. И вот это неуважение к вещам, не только к деньгам, но и к вещам, к накоплениям, к какому-то неденежному богатству, оно тоже может разрушать нашу финансовую жизнь. Ну и простой пример, допустим, из детской жизни. Забыл велик на улице, велик попал под дождь, всё заржавело, и теперь нужно тратить время, чтобы перебирать детальки, а, возможно, ещё что-то докупать, да, или нёс рюкзачок, потерял его, и теперь нужны деньги для того, чтобы этот рюкзачок купить заново. Вот такие простые примеры, на которых мы тоже можем детей воспитывать. Ну и что входит в понимание финансовой грамотности для дошкольников? Что мы можем рассказать деткам в 5-6 лет? Прежде всего, мы их знакомим с понятием труд. Что такое труд? Это работа, это профессия, да, это то, что делает каждый взрослый человек, и ребёнок тоже может сделать уже, ну, по мере своих сил, хотя бы какую-то домашнюю работу. Ну и здесь мы тоже можем ввести сразу же такие понятия, как продукт труда, товар и услуга, и детки всё это хорошо понимают. Здесь же дети уже знакомы к этому времени с деньгами, и мы ещё раз подтверждаем их знания, объясняя, что такое монета, купюра, доход, заработок, заработная плата, ну и в современных реалиях ещё можно добавить и такая вещь, такую вещь, как гонорар, тем более, что детки сейчас довольно рано и довольно быстро начинают зарабатывать. Ну и у меня подростковые группы, где-то к 10-14 лет, они уже многие зарабатывают, делают какие-то элементы игр, и за это они получают деньги. Или, например, комментируют фильмы, или пишут небольшие статьи, пишут отзывы, ну, свою денежку уже получают. Вот, ещё такие понятия, как личный бюджет, карманные деньги, семейный бюджет и домашнее хозяйство. Также деток можно уже познакомить с понятием сбережения и даже подарить копилку, и об этом тоже сегодня будем говорить. Про покупки. Дети играют в магазин с огромной радостью, дети этого возраста, поэтому мы можем чуть-чуть вмешаться в их игру и сделать её более насыщенной знаниями. Мы можем в магазинчик поиграть по-разному, поговорить про цену, про продажу, про дешёвые и дорогие товары, про нужные и ненужные товары, про продажу, расходы, кто такой покупатель, продавец, ценник, выгодно или невыгодно покупать и так далее. Ну и долг, должник, дизайн тоже, хотя бы в виде сказок эти понятия уже могут появиться. Ну и дети 6-7 лет, это подготовительная группа и первый класс, уже могут знать, и мы можем их познакомить с такими понятиями, как план и экономия, причём план разный, допустим, план развития государства и план семьи. Потребности, капризы, желания, возможности, разные торговые предприятия и организации торговли, что такое подарок, что такое реклама, ну и такие ключевые понятия, как богатство, бедность, жадность, щедрость и другие. Ну а теперь давайте посмотрим, как это можно сделать, и здесь уже речь пойдёт не только про теорию, но и про практику. Обратите внимание, что есть различные методические пособия, которые предназначены для дошкольников, и вот здесь я вам привожу примеры. Это очень хорошее пособие, курак экономического воспитания дошкольников. Это прям программа развития, из которой можно очень много начерпать для своей работы. И введение в мир в экономике, как мы играем в экономику, это пособие, в котором вы найдёте очень много интересных игр по развитию экономических знаний. Ну и, конечно, я не могу обойти эту книгу. Эта книга на самом деле большое событие в мире детской литературы. Пёс по имени Мани, или иногда переводят пёс по имени Деньги. Эту книгу написал бизнесмен. Не профессиональный писатель, а профессиональный бизнесмен. То есть тот человек, который вращается в мире выгоды, пользы, вложения, получения, прибыли, и при этом находит время для того, чтобы радоваться жизни, и ещё писать такие чудесные, невероятные книжки. В этой книге раскрываются секреты управления деньгами, и книжка написана в виде приключенческой истории, как однажды к ребятам, которые, как все детки, имели много желаний и мало доходов на то, чтобы свои желания исполнять, прибежала собачка по имени Мани, и собачка-то оказалась финансовым гением, и постепенно, шаг за шагом, учила детей тому, как нужно обращаться с деньгами. Но немножко личного. Я эту книгу прочитала своим детям, когда младшему ребёнку было 7 лет, и он после прочтения через 2 дня заработал свои деньги. Очень просто. Когда ко мне пришла в гости подруга, и нам нужно было с ней проговорить часа 2, он сказал, я могу посидеть с вашим малышом за такую-то сумму. Подруга сначала немножечко удивилась, но потом поняла, что это очень здорово, и мы спокойно поговорили, а ребёнок заработал первые деньги. Поэтому книга очень полезная. И в детском саду, в школе, в семье её можно с детьми читать и применять. Очень правильная книга. Светлана, я думаю, что вы пишете именно про эту книгу. Ну и теперь пойдём по нашей пирамидке сверху вниз и начнём с того, что мы будем говорить о ценности рукотворного мира. Ярослава, смотрите, вы можете скачать целую презентацию, и не надо делать скрин с телефоном, можно расслабиться, смотреть, слушать, а презентацию у вас будет. И, насколько я понимаю, её ещё высылают в рассылке, так что точно она у вас будет. Не переживайте. Итак, ценность рукотворного мира. Это знакомство с миром вещей, это основы бережного отношения к вещам и уважения к труду. Как мы можем решить эти задачи? Как мы можем с ребятами об этом поговорить? Первое, это то, что укладывается в любую программу, и поэтому это не будет каким-то исключением из программы или дополнительной нагрузкой. Это знакомство с профессиями. Мы так или иначе ребят с профессиями знакомим. Да, ведь мы рассказываем про то, какие бывают профессии, какие есть средства труда у каждой профессии, какие продукты или услуги. каждый человек производит. Нужно только немножко, немножко-немножко расширить этот вариант. То есть, допустим, в представлении о профессиях ещё раз ввести и подчеркнуть понятие товар и услуга. И дети могут сказать, кто что производит, кто производит товар и кто предоставляет услуги. И представление о разных видах оплаты за труд. Ну, первое, то, что труд оплачивается, да, а второе, то, что это может быть по-разному в виде зарплаты, прибыли, гонорара и так далее. То есть, мы немножко сюда добавляем финансовых знаний. Вопрос в чате. Как бы ребёнок потом не сказал, я подмету пол или помою посуду за такую-то сумму? Очень важный вопрос. Часто родители вопрос задают, вообще платить или не платить детям за какие-то вот услуги. Здесь мы проводим очень чёткую границу. Есть дом и семья, и внутри семьи отношения не денежные. То есть, внутри семьи есть общий кошелёк, есть общие семейные финансы, есть общие семейные обязанности, которые каждый выполняет внутри семьи. Каким образом зарабатывать? Мы можем разделить, например, точно есть семейные обязанности у ребёнка, и он берёт на себя, например, ну вот тот же самый пол и посуду, и это не оплачивается, потому что это труд такой вот общий в семье. Но если, например, ребёнок договаривается с соседом или с каким-то не очень близким родственником о том, что он сделает какую-то работу и попросит за это деньги, мне кажется, это нормально. Точно так же, как взрослые, да, мы в семье друг другу не оплачиваем наш труд, а договариваясь, например, с друзьями, с приятелем, с посторонними людьми, мы уже ведём денежные расчёты. И ещё важный момент, это, наверное, уже момент для взрослых, есть как бы вот семейные финансы и есть финансы, ну, общего такого поля человеческого, ну, более такого широкого круга. И часто бывает, что взрослые уже люди, они не могут попросить деньги за свою работу. То есть у меня были клиентки, например, которые с удовольствием делали всё за бартер, но попросить деньги не могли. И они как бы вот застряли в этом детском состоянии в семейных финансах и позабыли выйти на круг пошире. Вот, поэтому выйти на круг пошире и начать просить деньги за свою работу вне семьи, это тоже очень важно. Если ответила, поставьте плюсик. Вот, ещё одна интересная игра, которая помогает нам показать ребёнку, как можно заботиться о предметах. Я внизу оставила ссылочку. Эту игру я взяла с сайта. Это авторская игра, поэтому, пройдя по ссылке, вы можете зайти на методическую работу, в которой игр очень много. Ну, и ещё игры, которые я буду сегодня демонстрировать, они тоже оттуда же, поэтому благодарю автора и ссылку указываю. Игра заключается в том, что детки распределяются на группы, или вы можете их вместе посадить, и они получают какие-то предметы или картинки с предметами и должны рассказать, а как этот предмет мы используем. И самое интересное, что с этим предметом можно сделать, если он устарел. И здесь уже дети могут предложить разные варианты. Например, этот предмет можно починить, к примеру, перетянуть ткань на стульях или на гладильной доске. Этот предмет можно разобрать, и каждая часть послужит ещё. Или этот предмет можно использовать каким-то другим образом. Ну, например, из банки, которая уже пустая, из неё всё съели, можно сделать либо вазочку для цветов, раскрасив её акриловыми красками, либо подставочку для карандашей или что-то ещё. То есть вот эта вот идея «Вторая жизнь вещей», она для детей очень полезна и приучает их к бережливости. Ну и личные качества, такие как трудолюбие, бережливость, предприимчивость, честность и настрой на успех, мы тоже детям демонстрируем. Каким образом? И вот здесь самое главное, что мы же все знаем, что дети учатся примером, поэтому, чтобы продемонстрировать вот эти личные качества, нам нужно найти вокруг себя и вокруг детей, взрослых людей, которые эти качества каждый день показывают, и познакомить с миром взрослых людей, с миром работающих людей. Может быть, это будут разные люди. В детском саду это может быть и повар, и заведующий хозяйством, и заведующий детским садом. И это может быть дворник, который делает детский сад чистым, строители. Ну и также можно, допустим, познакомить с трудом банкира и предпринимателя. Почему бы и нет? Это современный мир. Ну и еще один канал, по которому мы можем детям вот эти знания принести, это, конечно, сказки. Сказки дети обожают. Но вот здесь нужно очень тщательно сказки выбирать. Потому что, ну вот в нашем пространстве, как бы в ментальном пространстве, курсирует огромное количество сказок, в которых противопоставляются «Богатые и бедные». И звучит такая подсознательная мысль, что бедные все молодцы, а богатые все не молодцы. Дети все это усваивают. И потом мы психологи и взрослых людей это стараемся вытащить, и получается очень трудно. Поэтому обратите внимание на разные сказки. Ну вот, например, сказка «Один заработанный рубль». В чем суть? Отец велел своему сыну пойти и заработать рубль. Хотя бы рубль. Но сын был ленив, он провалялся целый день, и мама, чтобы его спасти, дала ему рубль. Он этот рубль отцу принес, отец рубль бросил в очаг, в огонь, и сыну было все равно. И тогда отец сказал, «Ты эти деньги не заработал». На следующий день сыну пришлось идти и зарабатывать свой рубль. Он принес его отцу, и когда отец этот рубль кинул в очаг, то сын начал громко ругаться и вытаскивать свои деньги из очага обратно. И тогда отец сказал, «Да, теперь я вижу, что ты эти деньги заработал». Вот, видите, здесь противопоставления богатства, бедности нет, зато есть противопоставление лени и работы. И есть хорошая идея о том, что когда человек зарабатывает деньги, он к ним относится очень бережно. Ну и замечательная сказка, «Где богатство зарыто». Кстати, эта сказка у всех народов есть с разными изменениями. Ситуация очень знакомая по сказкам. Отец умирает, отец был богат, и сын у него спрашивает, «Папа, где твое богатство? Ты же его нажил, ты же его передаёшь по наследству». И отец ему говорит, «Покопаешься в огороде, найдёшь своё богатство, лисьи шкурки на забор развесишь, будет тебе богатство, плуг посеребришь, будет тебе богатство ещё больше». Ну и сын пошёл сначала серебром покрывать плуг, пошёл к кузнецу, потом купил лисьих шкур и развесил на забор, потом выкопал ямы на своём огороде, и всё, богатства не было. Ну и нашлась вдовушка, которая его научила тому, что нужно вспахать землю, посадить зерно и будет богатство, сходить на охоту, набрать лисьих шкурок и тоже будет богатство, ну а плуг будет посеребрён от того, что он не стоит, не ржавеет, а работает. Ну и сказки я вам привожу, примеры именно хороших сказок, и когда вы их будете читать детям, их можно обсудить. Кто главный герой? Что главный герой думает о богатстве? Как ему добиться успеха? Почему вот эта стратегия не работает? Например, стратегия пролежать на диване, и потом мамочка деньги даст, а другая стратегия работает. Здесь вопросов и ответов может быть много, и каждая сказка — это отдельная беседа о том, как жить богато в этом мире. Следующее, опускаемся на ступеньку ниже в нашей пирамидке и говорим с детьми о финансовых процессах и управлении финансами. Это как раз идея про финансовый поток. Ну и, собственно говоря, здесь игры, которые выстроены на идее финансового потока, мне кажется, наилучшее решение. Обратите внимание на игру «Монополия свинка Пеппа». Она адаптирована для дошкольников. От 4 лет дети могут в нее играть. Там легкие задания, но, тем не менее, там есть представление о том, что деньги появляются, их можно заработать, что деньги тратятся и что деньги копятся. И это первый шаг к освоению денежного потока. Ну и денежный поток для детей. И обратите внимание, что эта игра начинает издаваться с 2017 года. До этого был денежный поток 101, версия для детей. И вот эта вот версия с 2017 года, она более новая, и она абсолютно другая. Что там есть? Какие акценты есть? Во-первых, там есть очень уважительное отношение к школе и вообще к образованию. То есть это подчеркивается. И если там участник не пошел в школу, то он может попасть в лапы всяких чудовищ и мошенников. Поэтому лучше в школу уходить. Вот подсознательно такая мысль деткам в головы вкладывается. Второе, в этой игре есть современные способы зарабатывания денег, которые могут использовать детки. Даже младшие школьники и, возможно, даже дошкольники. Здесь и блогинг, и видеоблогинг на YouTube, например. Здесь как раз создание всяких элементов игр. Ну и вот все, о чем я говорила, то есть легкие способы заработать в онлайн-пространстве, которые открылись для детей, там они и в этой игре есть. Ну и еще делается акцент на двух качествах. Первое – это умение сотрудничать. То есть если участник умеет сотрудничать и объединять ресурсы, то у него больше шансов на победу. И предприимчивость тоже. Если человек предприимчивый, то он, скорее всего, в этой игре победит. Вот такая чудесная игра. Она стоит недешево, но сделана очень хорошо. Она достаточно долго вам прослужит и очень хорошая. Дальше спускаемся на ступенечку ниже. И будем говорить про детей и деньги. Ну, дети вообще деньги замечают достаточно рано. То есть они, конечно же, ходят с мамами в магазин и видят, что мама достает из кошелька бумажки и обменивает их на товары. И вот эта идея, то, что деньги можно обменять на все товары, у ребенка в голове появляется достаточно рано. Наверное, лет с двух, с трех даже. Ну и вы знаете, что детская валюта, самое главное, это листики. Она никогда не переводится, поэтому вот эта идея, что деньги, как листочки, их много у детей в голове может быть. И таким образом теряется одна из частей денежного потока. То есть идея того, что деньги не приходят просто так, их с кустика не сорвешь, их нужно заработать, то есть обменять на свой труд, на свои знания, на свое время. Вот. И как раз вот с этой идеей мы и начинаем знакомить детей с деньгами. Мы говорим о том, что деньги – это средство обмена. Здесь же будет уместно поговорить про историю появления денег, тем более, что это очень интересная история. И там много-много разных сказок и рассказов о том, как деньги были в виде ракушек, например, или в виде огромных камней, которые никто не мог поднять, но тем не менее это была такая вот монета. Мы можем проговорить номиналы купюр и монет и предложить детям простые расчеты. Ну и очень важные вещи, которые мы должны объяснить. Вот именно вещи, которые ценностные. Первое, что деньги сами собой не появляются, их нужно заработать. Хорошо бы к этому процессу подключить родителей, чтобы родители с детьми тоже поговорили на эту тему, что деньги зарабатываются, они не материализуются, их получают за работу. Ну и мы объясняем, как можно заработать деньги и как деньги к человеку приходят в зависимости от его деятельности. Дальше. Второй момент. Сначала зарабатываем, потом тратим. Вот если ребенок с детства запомнит эту истину, тогда, возможно, у него в взрослой жизни закредитованности не будет. Это очень большая беда, на самом деле, для семей. То есть хорошая идея. Из тумбочки можно взять только то, что в нее положили. Сначала зарабатываем, разумно сберегаем, а потом можно и тратить. Следующая мысль. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его произвести. Без этой мысли вы можете увидеть в детских играх, что дети, например, конфету покупают за 5000 условных листиков, а машинку или целую машину за 10000 условных листиков. Ну и здесь уже можно тоже чуть-чуть мешаться аккуратно и рассказать про ценность, про то, что конфета послужит ровно 2 минуты, пока ее кушают. А машина может служить десятилетиями. И это очень сложный механизм. И для того, чтобы машину сделать, работает огромное количество людей. Дальше. Что цена товара? Это количество денег, которое нужно отдать. Но это еще и цена труда. Труда плюс это цена товара, ну в зависимости от вашей ситуации. То есть если вам очень холодно и на улице минус 20, а у вас только ветровочка, то шуба для вас будет очень ценным товаром. А если на улице плюс 30, вы на шубу не взглянете и возможно даже пройдете мимо и она ценности для вас не будет. Ну такая интересная вещь, как деньги любят счеты. И приучаем сразу же считать сдачу и очень внимательно пересчитывать и проверять деньги. Дальше. Это планирование финансов. То есть здесь мы уже приучаем вести учет доходов и расходов. И для этого как раз копилочки, про копилки расскажу тоже в конце. Копилки очень хорошо помогают. Также говорим о том, что деньги, они всегда привлекают не только хороших людей, но еще и привлекают разных мошенников. И говорим про финансовую безопасность. Ну, например, про то, что нельзя никому отдавать деньги. Просто так, если у тебя попросят. Дай денежку. Ну и ребенок тут же ее отдает. Знакомим детей с таким понятием, как кража и воровство. К сожалению, это есть. Ну и дети живут не в теплице, а в реальном мире. Ну и про мошенничество тоже можно сказать. Ну и самое главное, не все покупается. То есть есть ценности, которые мы не обмениваем на деньги. Это наша жизнь, это семья, близкие люди. И это не купишь. И есть сферы жизни, в которых денежные расчеты исключены. И там действует любовь, благодарность и близкие отношения. Ну и материал, который вам поможет ребенка познакомить со всеми этими вопросами. Прежде всего, хочу обратить внимание на мультики, потому что какой же ребенок не любит мультиков, есть очень классные, очень хорошо сделанные методологические мультики, которые помогают нам ребенка познакомить с этой сферой. Обратите внимание, фиксики, история вещей про деньги, ссылка будет в презентации действительно. То есть просто по ней перейти и открыть мультик. Смешарики, финансовая грамотность, это целая серия. Мультиков, но ее, наверное, чуть-чуть попозже, после того, как вы освоите тему денег, потому что там и про страховку, и про кредиты, и про займы, вот все такие вещи достаточно сложные, но объясняется простым языком на простых примерах из жизни смешариков. История, как появились деньги, очень интересный мультик, ну и как раз к теме происхождения денег, откуда в семье деньги, то есть мультик, который показывает ребенку наглядно, что деньги сами собой не появляются в семье. Дальше есть еще простенькие и достаточно недорогие настольные игры, которые ребенка вводят в мир денег, ну и прежде чем малыша отправлять в магазин за хлебом и молоком, например, можно поиграть вот в такую игру, которая называется купи слона. Что мы здесь тренируем? Счет до 20, действия в пределах 10, сложение и вычитание, представление о действиях купли-продажи и группировка предметов. Там есть карточки овощей и фруктов и есть кубики. Ну, например, когда выпадает определенная цифра, ребенок должен продать те овощи или фрукты, которые этой цифре соответствуют и получить за них деньги. Тут уже купля-продажа, ребенок копит деньги, считает, ну и выигрывает тот, кто первым заработал 10 рублей. Игровых рублей, конечно. Очень простенькая игра, бесконечно детьми любима, повторяема сто раз, и потом можно отдать ее уже, чтобы сами играли, поэтому обратите внимание на ее. еще какую-то хотела предложить. Ага, она, наверное, будет чуть попозже. Ну и упражнения, упражнения тоже с того же сайта, ссылку я давала вначале, их там много. Интересное очень упражнение, которое мне понравилось, упражнение покупка. Здесь мы тренируем сам вот этот процесс похода в магазин. То есть здесь есть картинки, ребенок должен разложить их по порядку. Что происходит? Он приходит в магазин, он покупает продукты, он идет на кассу и потом идет домой. То есть раскладывает действия так, как они должны быть разложены. Ну и тоже интересное упражнение, которое можно включать в занятия по математике, упражнение «Размен». Берем настоящие деньги от 10 до 1 рубля и предлагаем деткам собрать из этих денег разные суммы от 1 до 10, а если детки умные, то можно и до 20 и выше. Там уже эту игру можно развивать. То есть здесь мы обучаем детей счеты, ну и одновременно даем элементарное представление о том, как действуют деньги. тоже интересная игра, довольно сложная по уровню, то есть это не та игра, которая у вас появится первой в курсе финансовой грамотности, но она очень полезная. Смотрите, здесь мы говорим о потребности и полезности товара. И с ребятами говорим о том, какую пользу каждый товар приносит. Смотрите, выкладываются карточки товаров, любые их можно найти в любой игре в интернет. И говорим детям, например, а что ты купишь в первую очередь, если ты очень хочешь кушать? Или что должна купить семья, которая ждет гостей? И вот здесь уже вы увидите, что по-разному будет ребенок покупать. Если очень не хочет кушать, тогда возможно это будут какие-то продукты, которые быстро насыщают, но не важно насколько они будут красивыми. А если семья, которая ждет гостей, то здесь еще и другие качества продуктов должны быть, ну, например, продукты деликатесы, красивые продукты и так далее. Что может выбрать мама, которая выбирает подарок для дочки или папа, который желает купить спортивную одежду? Тоже это будут разные подходы и разные критерии полезности. И такая же игра тоже очень интересная, много мало. Здесь мы уже, ребят, знакомим с понятием спрос. Что такое спрос, что кому нужно? Ну, например, на тех же карточках вы можете предложить выбрать детям товары, которые нужны семье, в которой есть мама, дочка и бабушка. или семье, в которой есть папа, мама, сын. Понятно, что здесь будет спрос уже на мужские вещи, да, может быть, на какие-то элементы спортивных игр и так далее. А если папа, мама, дочка и четыре сына? А если семья, семья, живущая на крайнем севере или семья, живущая на юге? И вот здесь в детской фантазии есть где разгуляться, и они будут говорить, что северянам обязательно будут нужны шубы, теплая обувь, может быть, обогреватели, что-то еще, а южанам зонтики от солнца, например, купальники, солнцезащитный крем и так далее. Таким образом, через конкретные примеры, дети начинают закреплять в своем сознании, что такое спрос, полезность и нужность. И возможно, когда они в следующий раз пойдут в магазин, удивят маму тем, что будут говорить о том, что мам, вот это полезно, это не полезно, давай покупать не будем. Ну и тоже очень интересная игра осознанный выбор. Цель какая? Уметь приобретать товары осознанно. Смотрите, мы выкладываем несколько карточек с товарами и ребятам предлагаем сделать вот, что выбрать то, что им хочется купить, а потом они тянут карточку с денежкой и у них оказывается определенная сумма. И вот на эту сумму нужно выбрать товары, которые наиболее важны в данный момент. Но здесь я тоже вам советую уже не входить в какие-то вещи только материальные, потому что иногда даже когда мало денег, покупка билетов в кино, она очень сильно помогает, и вдруг в семье все налаживается. деньги, это такой поток, в котором кроме материального есть много еще и психологического. Вот, но тем не менее. Ну и немножечко хочу поговорить про младших школьников и предложить игры чуть посильнее, ну а те, кто работает с дошкольниками, тоже, пожалуйста, нас сейчас не бросайте, посмотрите этот материал, потому что у вас есть еще наверняка такая форма работы, как детско-родительские встречи, и вот когда будут детско-родительские встречи, посвященные финансам, эти игры и игрушки вы можете использовать, тут родители своим деткам помогут. Что же мы требуем от младших школьников, что они должны знать? Первое, это умение пользоваться терминами финансовой грамотности, понимать их значение, это все то, что мы с вами проговорили. второе, решать задачи, связанные с экономическими понятиями и рассчитывать бюджет в малых объемах, ну то есть хотя бы свой собственный бюджет. Ну и в основном в начальной школе, конечно же, финансовая грамотность входит как составляющая в уроки математики. Например, в первом классе можно детей познакомить с монетами достоинством до 10 рублей, во втором классе здесь уже будут монеты и расчеты до 100 рублей, в третьем классе 1000, ну и здесь уже вполне себе возможно, что третьеклассники и сами могут заработать такую сумму, точно такие примеры у меня есть, но и распоряжаться такой суммой могут, например, им выдали 1000 на то, чтобы они покупали продукты питания для своей семьи. ну вот не основные, а допустим то, что мы покупаем каждый день, там хлеб, молоко, кефир, и ребенок по дороге из школы домой зашел и купил эти продукты на всю семью. Почему еще хорошо подросшим деткам давать большую сумму? Он учится не тратить все в один присест, учится сберегать, хранить и распределять, это тоже очень важно. В четвертом классе мы уже говорим про миллионы, ну и в четвертом классе можно говорить и про семейный бюджет, и даже про бюджет страны, деткам тоже это будет очень интересно. Обратите внимание, что есть учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность», авторский коллектив я здесь написала, и там есть и рабочие тетрадки, и методички, поэтому если вдруг вы задумаете такой факультатив, то они вам очень сильно помогут. Ну и настольные игры, вот здесь в этой возрастной группе их больше, и они невероятно хороши. Очень часто на тренингах, ну дети у нас прямо выпрашивают настольные игры, связанные с деньгами, с финансовыми, с финансами, ну и поскольку у нас часть занятий проходит в самоуправлении, то в экономические игры играем. ну вот самая любимая мной, честно, это игра Мачикора, город мечты, там есть в принципе все про финансы, там есть деньги, там есть предприятия, причем предприятия разных групп, сырьевые, ну то есть там то, что можно получить с чего, например, растения, фрукты, уголь, сырье, дерево и так далее, есть перерабатывающая, есть отрасль, то, что называется социальная, это редакции газет, налоговая, стадионы и так далее, есть предприятия питания и много-много всего, то есть в принципе здесь вся экономика, и дети учатся считать, и самое интересное, что в этой игре есть несколько игровых стратегий, то есть дети уже, когда начинают играть, особенно, если не в первый раз, они свою стратегию простраивают, ну, например, говорят о том, что я занимаюсь сельским хозяйством, поэтому я сейчас покупаю пять пшеничных полей, там, яблоневых садов, потом я покупаю фруктовый рынок и с него получаю прибыль и так далее, кто-то может заняться, например, морскими перевозками, кто-то специализируется на различных кафе и ресторанах и с удовольствием деньги собирают с других людей, ну, немножко похоже на монополии, но эта игра более динамична, сет игры длится примерно 30-40 минут, то есть за 30-40 минут можно сыграть игру и выявить победителя, но и динамичное, интересное и самое главное то, что в отличие от монополии здесь у игрока есть вот просто огромный выбор стратегий и очень классно наблюдать, как дети стратегии в своей жизни простраивают. Ну и буквально пара слов по информации для родителей. Вам это будет полезно, если вы будете делать родительские собрания, например, или встречи с родителями, или эту же информацию можно разместить на своей страничке. Как детей воспитывать? Ну вот такие вот две вещи, на которых я сосредоточилась, это копилка и это карманные деньги. В принципе, вы можете для родителей использовать весь материал сегодняшней встречи, но копилка и карманные деньги это вот именно семейные такие вот вещи. Копилка, штука очень полезная. Смотрите, копилка дает представление, причем не просто представление, но еще и умение в таком вопросе, как накопление. А это умение ставить цель, то есть не распотрошить эту копилку первый же день, а допустим дней за 7-10 накопить какую-то нужную сумму. И самое главное, что для ребенка это опыт распоряжения собственными деньгами. это и свобода, и одновременно ответственность. И вот правила для взрослых, если уже завели ребенку в копилку, то эти правила нужно выполнять. Первое, то, что попадает в копилку, это личная территория ребенка. То есть такой вариант, как тяжком вытащить из копилки деньги, если их сильно надо, ну он вообще не рассматривается. Ну даже при каких-то серьезных финансовых потрясений из семьи единственное, что допустимо, это в открытую попросить ребенка дать денег в долг. Возможно с процентами. Если в долг с процентами, тогда у ребенка появится опыт еще и того, как работает банк. Второе, первые цели должны быть короткими и легко достижимыми. То есть у ребенка запас терпения он маленький и если на цель ему нужно будет копить целый год, он не накопит, он копилку распотрошит через неделю. Например, первая цель должна быть достижима за неделю ну или дней за 10. Копил, 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 копил и вот накопил на что-то там, на игрушку и шоколадку ура похвалили и следующая цель будет подольше и посущественнее. Спасибо, коллеги. Обратите внимание, что в чат выкладывают информацию по полезным книжкам и это очень здорово. А я третье правило говорю. Если ребенок не выдержал и потратил деньги, его мы не ругаем, потому что это его территория, это его опыт, но в конце концов это его выбор и мы иногда взрослые тоже так делаем. Зато если цель достигнута, то обязательно ребенка хвалим, потому что он молодец. Ну и такой вопрос во многом спорный, это карманные деньги. Когда начинать давать карманные деньги, во сколько и какие есть запреты и установки про карманные деньги. Ну, что я могу сказать, как психолог, если у ребенка есть карманные деньги, то он начинает финансовую грамотность познавать на практике. вот, чем раньше они появляются, тем лучше. Другое дело, что вот как бы в психологии денег есть такое понятие финансовая емкость. Финансовая емкость это то количество денег, которое мы можем удержать и пустить на благие цели. Ну, понятно, что если каждому из нас сейчас дать по миллиарду, к примеру, то наступит некий ступор, потому что непонятно, что с ним делать. Миллион еще мы можем распорядиться, но тоже не всем. Миллиард это вообще уже недоступно. Вот. Ну и финансовая емкость, она растет как бы вместе с человеком. То есть если ребенок дошкольник может спокойно распорядиться допустим сотней рублей, да, то ребенок младший школьник уже может распоряжаться тысячей, но мои допустим детки, которые ходят на тренинг, у них в распоряжении там до 10 тысяч рублей в месяц. У всех по-разному, причем бывает, что у 12-летних нет карманных денег, и у другого такого же ровесника уже 10 тысяч, которые выдают там на продукты на месяц для семьи. Вот. Поэтому мы смотрим на финансовую емкость и постепенно повышаем. количество денег, которые находятся в распоряжении ребенка. Дальше. Мы не диктуем ребенку, куда эти деньги девать. Ну, вообще. И самое главное, карманные деньги в качестве наказания нельзя забрать. Если очень хочется воздействовать именно вот через деньги, тогда можно сделать основную премиальную часть. То есть есть основа, которая ребенку попадает всегда в руки, чтобы он не натворил. А есть премиальная. Вот премиальная выдается, если ребенок был молодец. Какое-то время, неделю или месяц. Заметьте, что здесь нет наказания, здесь как бы мотивация к достижению цели, к тому, чтобы получить эту премию. ну, я знаю, что в некоторых семьях детей награждают дополнительными деньгами за хорошую учебу. Ну, и в каждой семье своя ситуация, и иногда бывает, что это очень полезно. Допустим, у деток, которым трудно себя собрать, дети с гиперактивностью, вот там часто этот вариант работает очень хорошо. Ну, и да, карманные деньги не рычаг давления и не роскошь, то есть это то, что есть у каждого человека, и мы считаем, что это обучающий инструмент для формирования финансовой грамотности. Вот, это то, что про семейное отношение к деньгам, ну, и осталось оставить свои контакты, сразу честно скажу, что я не знаю, как вам получить сертификаты, об этом сейчас Татьяна Викторовна расскажет, а вот если вам интересно про психологию, да, про психологию подростков, взрослых, про деньги, про много другое, тогда жду вас на своей страничке ВКонтакте, либо вы можете написать в почту, ну, и буду рада любым контактам. Ну, и спасибо вам большое, на этом я заканчиваю, но готова отвечать на вопросы, если они есть. Давайте проверим блок вопросы, там нету, все, вопросов нету, значит, я могу слово передавать Татьяне Викторовне, а с вами не прощаюсь, говорю до новых встреч, мы с вами еще увидимся, всего доброго и до свидания. Продолжение следует... Я вот еще вопрос увидела, смотрите, если ребенок платит деньги только на сладости, если это карманные деньги, мы как бы отобрать не можем, но вот здесь очень хорошо поговорить про пользу денег, да, и если так происходит, то пока ребенок будет продолжать делать то же самое, не увеличиваем сумму карманных денег. Вот. если это для него вредно по каким-то причинам, то есть, если сладости ему точно очень сильно вредны, то можно с ним обговорить этот момент и сказать, что вот тебе вредно много сладостей, поэтому если ты сам не справляешься, я тебе помогу. Вот половина карманных денег тебе остается на сладости, остальные ты можешь получить под запрос, под бизнес-план, ты говоришь, мне нужны деньги на то-то, на то-то, да, не на сладости, и ты их получаешь. Вот. Про сертификаты ничего не скажу. Индивидуальные тетради для работы с детьми в ОМК есть. Поурочные планы по финансовой грамотности. Посмотрите, я пока готовила материал, очень много программ, дельных программ, видела на просторах интернет. Посмотрите, программы есть, они написаны нашими коллегами, их много, но я думаю, все равно вы будете создавать под себя любые планы. Как научить копить? Ну, вот здесь достаточно сложная ситуация. Во-первых, обратите внимание на ваши финансовые стратегии в семье и вы можете обратить внимание ребенка на то, что вы деньги откладываете. А можно с ним поиграть в банк. То есть, например, у него не одна, а две копилки. Из одной копилки он тратит, а вторая копилка волшебная. Если он туда складывает, например, 100 рублей, то через неделю там оказывается 110 рублей. Вот это тоже иногда работает. Все, я ухожу из эфира. Татьяне Викторовне отдаю.